Привет фанаты и любители сварки! Давно не виделись, а все потому что я был на вахте. Да, и параллельно в интернете выбирал оборудование для видеосъемки. Звук сегодня опять будет не топовый, но ничего страшного. Контент будет улучшаться со временем. Качество контента будет улучшаться со временем. Не все сразу, как говорится. В этом ролике герой этого выпуска новинка от компании Grovers. Вы, наверное, уже видели какие-то обзоры на этот сварочный аппарат у других ребят. Но у меня этот аппарат, это, наверное, второе видео с ним. Потому что распаковка уже была, а это более подробный обзор. Grovers Energy MiG200 LCD Dow Pulse. Гроверсы стараются двигаться в ногу со своими конкурентами, но, по крайней мере, не отстают от них. Когда я снимал видео о распаковке данного сварочного аппарата, я сделал одну ошибку. За что нужно теперь извиняться. Я назвал аппарат, стоимость аппарата 23 тысячи рублей, по-моему. Я ошибался. На тот момент, на момент записи распаковки, аппарат стоил под 40 тысяч. Сейчас стоимость аппарата 40 с хвостом уже. Иначе, а в чем отличие этого сварочного аппарата? Почему такой ценник? 40 тысяч. Акцент в этом сварочном аппарате сделан на двойной пульс. Соответственно, это сварка алюминия. Что я хочу сегодня и сделать. Практически впервые. До этого я алюминий не сваривал. Один раз. То есть я сварил три образца. Один пробный, второй более-менее получился. Третий тоже так, среднячок. То есть, фактически я буду сейчас сваривать алюминий второй раз в жизни. Сзади аппарат выглядит вот так вот. Вентилятор, клавиша включения, вход газа, силовой кабель полтора метровый. На боковой части решеточка и завлекающие надписи. Удобная ручка. А теперь следите за руками. В комплект входит горелка, кабель массы, горелка 24, ролики, тефлоновый канал, держатель для ручной дуговой сварки. А, и комплект зип для сварки алюминия. То есть ролики и наконечник. Подающий механизм. Механизм протяжки проволоки двухроликовый. Пятикилограммовая катушечка ставится. Можно ставить единичку. Здесь перекидывается полярность. Я уже поставил проволоку 53-56. Поменял ролики. То есть, все здесь адаптировал под сварку алюминиевых сплавов. Тефлоновый канал уже стоит. Вот здесь канал подрезал максимально плотно к роликам. Можно сделать еще вот такой острый вырез канала. Чтобы еще плотнее было. Ну что, сейчас запустим наш аппаратик. Пробежимся по настройкам. Я покажу какие здесь есть регулировки, какие параметры. А это уведомление с телеграма пришло. А если вы еще не подписаны на наш телеграм чат общий, где сварщики обсуждают всякие моменты, всякие теоретические вопросы, практические, делятся своими результатами сварки. В общем, круто, весело, общаемся. Подписывайтесь. Обязательно. Ссылочки все будут в описании под видосом. Телеграм канал мой и телеграм чат. Я отвечу немного попозже, мужики. Дальше я попробую сварить, ну может тавровое соединение, либо стыковое. Итак, друзья, панель управления. У нас есть такой вот красивенький экранчик. Четыре кнопочки. И две крутилочки. Два энкодера. Регулировка напряжения. Регулировка подачи. Ну и, соответственно, силы тока. Теперь основное. Кнопочки. Тип сварки. Два Т, четыре Т, сварка точками. Индуктивность. Настройки. Нажатием кнопки мы переключаемся по режимам сварки. То есть, это сварка, например, черной стали в углекислоте. Черной стали в смеси. Соответственно, диаметр проволоки какой используется. То есть, каждым нажатием мы переключаемся по вот этим вот параметрам. Алюминий, кремний, один миллиметр. Алюминий, кремний, один и два миллиметра. Черная сталь, 0,8 миллиметров. Черная сталь, один миллиметр. У нас сразу меняются наши настройки напряжения и сила тока. То есть, подача. Не зря это синергетический режим. Мак режим 0,6 сталь. То же самое 0,8 сталь. 0,9 миллиметр. Сталь в СО2. 0,6, 0,8, 0,9 миллиметр. Пульс МИГ. Это у нас сплавы на основе никеля. В общем, нержавеющие стали. 1 миллиметр. ТИГ, ТИГ режим. Но мы его рассматривать не будем. Я не рассматриваю этот режим вообще в таких аппаратах. Поскольку считаю, что это больше маркетинг. Потому что это ТИГ лифт. Ну, такое себе. ММА режим. Круг прошли, скажем так. Повторяется заново. Так, у меня, соответственно, алюминий магний будет стоять 0,8 миллиметров. Так, это понятно. 2Т, 4Т, точечная. Индуктивность тоже понятна. Нажатием регулируем настройки. Так, и это работает в полуавтоматическом режиме. В МИГ-МАГ режиме. Левым минкодером мы передвигаемся. По предложенным настройкам. Правым минкодером мы регулируем выбранную настройку. Двойной пульс у нас подключается, когда мы вот эти вот настроечки начинаем регулировать. То есть при нуле, если здесь будет по нулям и здесь, двойной пульс работать не будет. Точки, постгаз, предгаз, горячий старт, частота, длина волны. Из интересного, дамы и господа. Правая крутилочка. Это протяжка проволоки. Нажимаем. Проволочка поехала. Крутим вправо. Скорость протяжки увеличивается. Влево уменьшается. Отключили. Левая крутилочка. Продувка. Газ у меня сейчас не подключен, поэтому не шумит. Продувка газа. Здесь также может высветиться ошибка в случае какой-то проблемы. И здесь сигнал о работе аппарата. Так, друзья, ну что, начнем. Процесс для меня, я повторюсь, незнакомый практически. Посмотрим, что получится. Да, не забываем. Тефлончик. Наконечник. Специальный под алюминий ролики. Аргон я подсоединил. Подачу выставил. Алюмишку я подготовил, зачистил. У меня здесь троечка и пятерочка. Техника безопасности прежде всего. Так, ну вот, тут первый я настроил. Немножко поменял. Вот видите, да, какашечку. Второй валик уже более-менее что-то похоже на сварку. Пишите ваши комментарии там, что, как, какие настройки лучше ставить и так дальше. Я попробую еще. Вот здесь, походу, перегрев пошел у меня. Насколько много черноты должно быть в области шва. По калашовной зоне, вернее. Немножко подкорректируем настроечки. Керцовку увеличить можно. Вот что-то вот сейчас... Вот сейчас что-то похожее получилось. Вот сейчас получилось что-то похожее. Ну, правда, все равно косяки есть. Закончил там креново, конечно. Но вроде бы как вот более-менее. Ребят, ну, в принципе, я доволен своим скромным результатом. Я что-то думал вообще... Прям какую-то дичь сделаю. Но более-менее. Вот здесь я два проходика делал. Здесь тоже тавровая. Один проход. Я доволен результатом. Аппарат. Аппарат хороший. Минусы. Мне не нравится... Вот этот принцип управления его. Дальше. Мне не нравится его дизайн. Это так. Лично моя придирка. И третье. Мне не нравится его стоимость. То есть вот... Подешевле бы. Там в Гроверсе. Вы, может, решите вопрос как-то для нормальных пацанов, для своих это подешевле сделать. Пусть люди покупают, пользуются. Ну, в принципе, алюминий я сварил. Человек, который вообще не имеет опыта сварки алюминия полуавтоматом. Ну, в принципе, нормально. Четыре с половиной из пяти ставим. Леди и джентльмены, жду ваши советы и рекомендации по настройке. Может быть, по самому аппарату. Да и вообще, какие нюансы есть при полуавтоматической сварке алюминия. Кто в курсе, пишите. Спасибо за совет. Да, подписывайтесь на телегу. Обязательно там ламповая атмосфера. Не теряйтесь. Все ссылки на все будут, как обычно, под видосом. А мы встретимся в новых видео уже. Продолжение следует...